У вас вообще, надо сказать, для меня все даже слишком торжественно. Мне кажется, я не заслуживаю такого количества представлений. Я не преподаватель, сразу хочу сказать, я действительно занимаюсь такой текущей работой довольно давно. Поэтому, простите, если какие-то мои мысли или высказывания будут несколько далеки от каких-то эпидемических представлений о том, как, собственно, преподают теорию. Потому что я говорю о практических каких-то примерах. Вот, сегодняшняя, я на самом деле второй сезон, я сразу же выступаю. До этого была другая аудитория, я был с своими коллегами, мы как раз рассказывали о нашем олимпийском проекте. Вот, но сегодня я поговорить хотел о практических навыках работы в соответствии с массовой информацией. То есть, ровно о том, чем мы занимаемся, ну, чем я занимаюсь, например, каждый день, чем мои коллеги занимаются каждый день, чем любой крупный бизнес, в общем-то, занимается каждый день. И рассказывать я вам буду сейчас все это на основе того тренинга, который я все время сам как-то сделал. Вот, и тот, который тренинг я провожу для наших сотрудников, иногда, кстати, для внешних аудиторий, просит кто-то там, кого-то на тренировать надо выступать. Но, в отличие от тренинга, у нас в своем сегодня не будет каких-то там суперупражнений, ну, может, я кого-то попрошу там что-нибудь сказать или изобразить. Может быть, нет. Вот, поэтому еще раз большое спасибо за книгу особенно, обязательно почитаю, хотя я должен признаться, что, наверное, это был первый на книжку пиару, потому что ни одной книжки пиара я все время не читал. Потому что у меня не было возможности, как вот у вас, обучаться этой профессии, и все приходилось, так сказать, не через голову, а через, как дураки, знаете, учиться на собственных ошибках. Вот, это был мой путь, ну, может, вот этим и интересен. У вас все лучше, вас учат, дают вам книжки, все здорово. Окей, то есть мы начнем, давайте поговорим с... Ничего, если я так не буду здесь все время стоять, я буду так иногда... Это вот хорошо. Потому что я, как-то здесь вот немного не очень люблю, но я так двигаюсь скоро. Смотрите, начнем мы, давайте с чего? Еще раз, то есть представьте себе, что вы сотрудник какой-то компании, пиарщики крупной компании, и я вот такой умный пришел и вам рассказываю, как мы с вами будем работать с ответственной массой информации. То есть я не хочу сказать, что эта вся история, она, наверное, на 100% ложится на политику, еще на что-то, но, в общем, общие принципы примерно такие, но расскажите, я еще раз буду все-таки пробиваться. Итак, ну, во-первых, видите, вот эта замечательная картинка, женщина, торгующая журналами. О чем она будет? Видно, да, нормально? У меня есть кнопка, видите, мне показали специально. Можно выключить чуть-чуть. Можно выключить большой результат? Смотрите. Оп, так лучше. Так лучше. Так лучше. Вот. Открыл. Что такое, какое средство массовой информации? Это в первую очередь товар. Это продукт, который продается. Какое бы это средство массовой информации ни было, все равно оно сделано для того, чтобы продавать его своим читателям, чтобы осуществлять какую-то экономическую деятельность. Фактически новости, это упакованные такие продукты, которые лежат вот на этих вот полках и, собственно, продаются. Вот. Есть, конечно, разного рода ответвления. Ну, как вы знаете, там, любой журнал продает обложку. Если какая-то интересная обложка, он красиво лежит, больше шансов всего купят. Точно так же желтую прессу продает яркий заголовок, скандальная история, не знаю, там, трехлетняя девочка родила собаку или что-нибудь еще, прошу прощения, я бы не упреждал. То есть это все продается в зависимости от настроения церковной аудитории. Бывают, конечно, у нас эти самые ответвления от этого. И один раз мне сказали, ну, хорошо, вот смотрите, вот региональные средства массовой информации, которые финансируются, к примеру, в городской администрации, ведь им же не надо ничего продавать. Им выделили бюджет, и их задача там, в общем, правильно писать про городскую администрацию, и все, и больше ничего не надо делать. Но это просто более сложная модель, на самом деле, той же самой продажи. С 2009-го по, у меня, к сожалению, не данных, стараться к области, и по Воронежской области, потому что Воронежская область была рекордсменом. С 2009-го по 2010-й год в газете какой-то коммунар, там Воронежский, не помню, Воронежский коммунар, условно, было опубликовано за год 420, по-моему, фотографий губернатора Гордеева. Вот. Это было 140 выпусков газеты за год, это, значит, примерно по 3 фотографии губернатора Гордеева выходило в каждом номере. Это абсолютно весь российский рекорд всех времен на робот, потому что обычно у нас где-то выходит, ну, одна фотография губернатора в каждом выпуске, но уж не три. То есть они молодцы, отличились, но ведь на самом деле они тоже работали на свою целевую аудиторию, которая им платит денег, которая голосует рублем. Губернатор Гордеев, ну или любой другой губернатор, в этом случае был тем человеком, который обеспечивает их зарплаты, финансирование и так далее. То есть важно, чтобы ему было интересно, не важно, чтобы читать. Все он открыл, прочитал, три фотографии, отлично, молодцы, хорошо работаете, вот вам деньги, и все нормально. В общем-то успех, средство массовой информации, свою задачу решил. И это нужно понимать. То есть это не потому, что это смешно там или как-то, но действительно нужно понимать, зачем они существуют, какие материалы им нужны и что они пытаются сделать. А они пытаются сделать ровно, каждая заметка фактически, это такой вот упакованный товар. Как есть, посмотрели, какой-то, я не знаю, пакет молока, да, то его тоже создали, его придумали, сделали на фабрике, сделали, упаковали в красивую упаковку. Важно, чтобы он был свежий, вот этот тоже принципиально, потому что не свежую историю никто не возьмет. Чтобы он был уникальным, этот продукт. И вот это вот, конечно, очень важно понимать. Вот, дальше, еще одна важная вещь, что новости, вот эти вот продукты упакованные, они всегда, во всех случаях, они о людях. То есть никогда не бывают новостей, которые, ну, от каких-то абстрактных явлений. Даже если это в абстрактных явлениях научного характера, ну, не знаю, Челябинский метеорит упал, то все равно преподносится он именно с точки зрения того, как умрят на людей. Поэтому новости это всегда про людей. Даже если это про бизнес, еще про что-то, если это не касается жизни человека, то это не новость, это никому не интересно. Это надо тоже очень хорошо понимать, и это один из главных принципов работы средств массовой информации, работы со средствами массовой информации. То есть очень важно, чтобы новости и то, что вы рассказываете журналистам, было релевантно. То есть я вот сейчас рассказываю вам, мне, например, важно, чтобы я ушел отсюда, там, под аблодисменты, а не под снизу, чтобы то, что я вам рассказываю, было как-то релевантно. Но тут вроде как по умолчанию релевантно, потому что там было написано про все, я в галстике стоял, вы прочитали и сняли еще. А пришел без галстик? А пришел без галстик, но теперь вот надо стараться, чтобы было релевантно. Еще одна интересная история. Ну, про продукты я сказал, собственно, не буду повторяться, про полки. То есть мы в бизнесе смотрим на любое средство массовой информации, на любую новость, как бы глазами журналистов, как на товар. Вот. Существуют, естественно, новости хорошие и плохие. Ну, классический пример Олимпийских игр. То, что для нас в бизнесе новость хорошая. Компания Мегафон, не знаю, там установила очередной рекорд по продаже на каких-нибудь сим-карт в каком-то регионе. Для журналистов это совершенно не новость. Для журналистов хорошая новость – это наша плохая новость. Вот сегодня у нас, например, была плохая новость. Она рассказывала о том, что мы вынуждены были в связи с девальвацией рубля поднять цены на рубль. Это для журналистов вообще отличная новость, потому что она, во-первых, про людей. Ну, очень про людей. Потому что все как-то куда-то ездят или мечтают, или не мечтают уже теперь некоторые. Но все равно это про людей. Вот нехороший Мегафон, а большая компания, она вообще, как правило, всегда нехорошая, поднял. Значит, грабители, кровопийцы подняли цены на рубль. Отличная заметка. Для них это прекрасная новость. Все написали. Все написали в правильном контексте. Еще они еще любят приукрасить. То есть, ну, например, они все не поднял, а что-нибудь там взвинтил. Или как-то вот так вот. Для чего? Опять же, по одной причине. Чтобы эту заметку прочитали, чтобы она произвела влияние на людей, чтобы она была интересной и актуальной. И самое главное, релевантной. Пару слов я скажу о том, чего вообще журналисты хотят. Журналисты вообще, народ, очень интересный. И я сам никогда журналистом не работал, но я и в семье журналистов. У меня вот дедушка, например, был журналистом, известным для Дети Правда, он погиб на войне, написал известную историю про Зуку Сангиньянскую, под названием Таня, которую написали даже в учебнике «Родная речь» в этих класс включили. Его тоже зовут Петр Лидов. Мама журналист. Все журналисты. Вот. И эти люди... Он говорит, дедушка. Я извините, что про дедушку, но просто сейчас всплывал в голове. Вам тоже придет, кстати, журналист. Видимо, да. На ремонте папуле отписали. Вот. Журналисты – это люди, которые... Ну, вот дедушка летит. Он, например, оказывается, прочитал недавно. Он во время войны, он пробрался, значит, в захваченный Минск и сделал там репортаж, ну, как вот там вот в Минске захваченном идет жизнь газету «Правда». Вот журналисты, они, конечно, в их жизни всегда есть место подвига. Недавно общался с одним товарищем своим, он главный редактор «Комиссант». Мы как раз обсуждали вот то, как военные корреспонденты сейчас едут. Да, то есть они, ну, не сказать, что в погоне за славой, но это люди, которые ищут самореализации. И любой журналист даже на, казалось бы, таком незначительном участке работы, как там описание жизни мобильных операторов, он все равно пытается придумать, найти какой-то эксклюзив, найти какую-нибудь историю. Молодые журналисты, они вообще характеризуются тем, что ищут везде во всем такую теорию заговора. То есть они как бы... Что-то происходит, они потому что еще как-то не очень понимают, что все происходит вообще в жизни, оно даже случайно. Но им кажется, что все кто-то задумал, там вот где-то. И сейчас я, конечно, все сопоставлю, и все. Поэтому журналисты молодые, когда они приходят писать про вашу компанию в издании, с ними надо вообще провести сразу воспитательную работу. Объяснить, что никакой теории заговора нету, никто ничего не задумывал. И покупать там какой-нибудь водофон, мегафон не собирается, потому что их название похоже, например. Хотя такие вопросы были у некоторых товарищей. Но, тем не менее, это, наверное, следующую вещь я там сильно не буду рассказывать, потому что, во-первых, вы наверняка знаете лучше, чем я, потому что здесь учатся, вот тут целые книжки есть про правовое регулирование. И еще напишем. Вы, например, прочитаете, сами потом расскажете, когда я приду что-то общиться, правильно? Вот. Но, естественно, у журналистов есть обязанности, права. Вот. Деловых СМИ, с которыми больше всего общаемся мы, там все более-менее культурно. То есть там есть у журналистов довольно четкие правила поведения. Ну, например, если у них есть какая-то информация, это самое ценное, что у них может быть, им нельзя ее публиковать, если она не подтверждена двумя, а в случае, например, с газетой ведомости, тремя источниками. То есть если у них есть подтверждение, пусть даже анонимное, пусть от источника, тогда и публикуют. Если нет, то начни. На этом тоже можно играть, потому что они тебе звонят и просят что-нибудь подтвердить. Например, они просят подтвердить даже неофициально. Ну, просто скажите, так это или не так. Тут, конечно, ты должен проявить все мастерство свое и сказать, что ничего, как ты хочешь, ты можешь подтвердить, но надо понимать, что твое подтверждение будет одним из вот этих вот трех, которые им нужны. Поэтому, в общем, вот такая вот идет средняя с ними работа. Как правило, журналисты выслушивают в этих ситуациях мнение разных сторон. То есть мы, в принципе, находимся в неплохой ситуации. Мы, в принципе, можем рассчитывать в бизнесе, что если о нас пишут, и если мы крупный бизнес, то нас спросят, в чем мы вообще про это думаем. А если нас не спрашивают, то мы можем смело брать трубку, звонить главному редактору и отводиться. Вот почему не спросили. Они будут сразу извиняться, и, конечно, больше не повторить. Вот. Давайте теперь поговорим. Это я просто сказал, что в моем мире правила более-менее такие с прессой, они четкие. Хотя, например, если вы общаетесь вдруг случайно с телевидением, с первым каналом, например, то там правила вообще никаких нет. У них есть задача. Ну вот у нас было в свое время... Что-то у нас было-то с... С Ромбином тоже довольно давно, когда надо было что-то цены снижать на Ромбин. И Путин выступил, значит, осудив оператором за то, что цены на Ромбин слишком высокие. Это было, по-моему, лет пять назад. Вот. Ну и, естественно, первый канал пришел, и, собственно, репортаж они сделали не про то, как мы про это думаем. И, в общем, нас особо не спрашивали. А, в общем, просто они там сказали, что партия вот такая, а нас записали просто для обиду. Ну, об этом мы тоже поговорим, как избежать того, чтобы те слова, которые вы не хотите, не попали, а попали те, которые вы хотите и так далее. Вот. Теперь давайте поговорим о таких самых-самых базовых правилах общения. Вообще, что-то интересное это расскажу, Ирина Ильич? Интересное. Что, может, и девайсер спрашивать, я просто, видите, не знаю, куда здесь, поэтому так же я могу повредать. Да, да, если походу, пожалуйста. Если вы там какие-то не верят, и привезите. Нет, нет, очень даже, очень все правильно. Вы абсолютно сказали точно про журналистов, потому что мы с Феликсом Изучим две недели назад встречались с Кипросом Можейко. Вот. Так, Кипрос Можейко, как только увидел нас, он сказал, я встречался со всеми генеральными секретарями НАТО. Вот, а после уже пошел разговор. Тоже такой задержан. Но, кстати, знаете, еще что важно про журналистов? Вот эта вот часть, она иногда воспринимается негативно. Ну, что они такие вот все, да, они хотят славы и успеха. На самом деле, это совершенно нормальная профессия, люди творческие, и надо дать им должное, они, в общем, работают в довольно тяжелых условиях. Ну, например, сегодняшний журналист Коммерсанта по какой-то теме, он в день пишет, там, ну, одну в худшем, в лучшем случае, или в худшем, в общем, изратор. Но он может писать три заметки одновременно в день. У него есть редактор, у него есть какая-то идея, но редактор может сказать, что, слушай, идея твоя, знаешь, иди вот в свою идею, и пиши вот про это. То есть ему всегда на горло его песни кто-то наступает периодически, и вообще он так вот не часто может реализоваться. Есть, конечно, отдельные индивидуумы, которым это удается, они приобретают, кстати, скандалин и славу, и именно отсюда идет, наверное, там, вот некоторые беспринципные журналисты. Ну, вы знаете, наверняка, есть там Олег Кашин, например, да, человек, который, ну, ему совершенно плевать на любые этические нормы. Ну, вот это его профессия, с другой стороны, ну, такое вот он санитар общество в этом смысле. Ради, так сказать, красивой, хорошей заметки, ради красивой, хорошей теории или информации, они готовы действительно очень на многих, и многие, кстати, надо дать им должное, они действительно рискуют жизнью и, в общем-то, дают информацию, которая иначе, другим способом никогда бы это быть не может. Поэтому такая вот профессия, ну, на мой взгляд, заслуживающая всякого уважения и очень-очень непростая. Вот, правила. Значит, первое правило, опять же, мы рассказываем, да, не забываем о бизнесе, это правило одной-третьей. Здесь, на самом деле, все просто. Наша заметка всегда состоит из трех частей про компанию Мегафон в деловой трессе. Это первое, собственно, мнение журналиста по какому-то вопросу. Это мнение, там, оппонента вашего. Ну, например, давайте возьмем ровник. Мегафон повысил цены на ровник. Ну, уже в заметке написано, что ФАС, Федеральная антимонопольная служба, буквально недавно просила всех операторов цены на ровник, наоборот, понизить. А Мегафон, наоборот, повысил. Вот такая фабула там, да. Значит, спрашивают нас, мы объясняем, почему повысили, потому что рубль там еще такое, расходовало все в долларах, куда деваться. Вот, а ФАС говорит, как они будут бороться с этим холодным явлением. То есть, всегда заметка состоит из трех частей. О чем это говорит? О чем здесь, собственно, правило? Правило здесь состоит в том, что если вы почему-то, а многие компании, которые грешат, решили комментарии не предоставлять, вот эту заметку, да, то эта заметка сразу начинает состоять из двух частей. Без ваших. Вот. А еще, и вы берите части, с большой вероятностью будут плохие. Потому что, ну, одна, там все равно ваш оппонент. А другая часть журналист, который на вас еще обиделся. Потому что вы ему как-то должны были что-то сказать, они сказали, и он соглашается с оппонентом и говорит, ну, а вот эти вообще-то, которые скомментируют. Вот. Поэтому главное здесь правило понимать вот эту композицию и всегда предоставлять комментарии. Не обязательно этот комментарий должен быть какой-то там прямо вот глубокий, искренний, честный, так сказать, рубаху, рвать на груди. Это может быть достаточно всегда сдержанный там комментарий, который должен содержать какие-то себе в любом случае ну, хотя бы, не банальный мысль. Окей, с этим понятно. Тоже я очень быстро прохожусь по всем этим вещам. Если вдруг что-то там, как-то есть вопрос, скажите. Что, все загрустили? Не грустите, нормально. Мы вас внимательно слушаем. А? Внимательно слушаем. Это очень приятно. Спасибо. Дальше. Интересная есть история. Когда вы пойдете работать, ну, как многие уже работают где-то, когда вы перейдете работать в другое место, вот, вам расскажут, что обязательно надо соблюдать сроки сдачи материалов. Понимаете, когда у журналист наступает дедлайн. Если он сказал, что ему в 5 часов нужна заметка, то есть ваш комментарий или что-то, да, то надо 5 часов и дать. Но на самом деле, на практике этого недостаточно. Почему? Потому что смотрите, как происходит в нашей жизни, то есть в жизни журналистов. Он пришел на работу, в 11 где-то он пришел, вот, а мы в 9 обычно, но я в 10, вот там, вот, если я уже послужил, в 11 он пришел, там, до 12 он попил чаю, обсудил ситуацию в мире политическую, там, договорились они, когда они пойдут, не знаю, там, куда-нибудь тусоваться с друзьями, кто где был. В 12 он сел примерно за работу, и в час у него появилась какая-нибудь информация интересная. А может быть, он сходил куда-то туда, это у нас какой-нибудь брифинг в 11 часов, а не в 11 обычный проход. У него появилась информация, он решил, что он будет про что-то писать, какую-то тему, предположим, что она интересная. Вот, дальше он где-то, ну, где-то часа в 2, наверное, он начинает всех обзванивать по этой теме и задавать вопросы. Вот, есть такая тема, что думаете, там, можете прокомментировать, ну, и так далее, и тому подобное. И говорит, что, ну, дедлайн, у меня, в принципе, будет всем пораньше уйти, я хочу в 6 сдать, или, там, в 7, ну, к 5, там, к 6 присылаете, нормально будет. Вот, в принципе, ничего плохого в этом нет, но тут у вас появляется такое одно возможности, потому что, если вы ему, если вы быстрый и хорошо соображаете, и у вас хорошо работает внутренняя служба по получению информации, а в любой крупной компании вообще получение информации – это большая проблема. То есть это кажется, что там у нас. У нас информации действительно много, но чтобы ее в течение часа, например, взять, упаковать и выдать в прессу, это не так просто. Потому что, ну, в компании «Филипп Морис», где я работал, там есть такие страшные люди – это юристы. И они вообще живут все в Нью-Йорке обычно там. Вот, поэтому, если ты, например, живешь, как я все время живу, в Индонезии, а не в Нью-Йорке, там время вообще не совпадает никак. Поэтому ты ответить можешь… А без юриста нельзя ничего отвечать, потому что там чревато все сразу судебными исками. Вот, поэтому вот такая вот сложность. У нас здесь побыстрее, попроще. Но иногда тебе приходится рисковать, но ты иногда рискуешь сказать что-нибудь не то, потому что, может быть, руководство думает по-другому, а тебе хочется… Да, и чем раньше ты начинаешь журналисту информацию давать, тем больше у тебя возможности повлиять, собственно, на направление всего материала. Потому что ты можешь ему сказать, что на самом деле, вот это вот, как вы думаете, оно не совсем так, а оно скорее вот так вот. Да? Если ты дал ему пораньше, то он, в принципе, чуть-чуть корректирует весь материал, исходя из твоего комментария. Поэтому, грубо говоря, кто первый дал комментарий, кто первый встал, того и тапки в этой ситуации. То есть, если ты дал последний, то тебя ты собачиваешься в конце последний, а представитель мегафона сказал, что, ну, там, сначала все изложено, а еще надо понимать, что вообще и начальство, и все, кому это интересно, они читают что? Они читают заголовок и вид. И только те люди, которые пиарщики, они, чтобы сказать, что нет, есть же там и хорошее про нас тоже, они дочитывают до конца. Вот, поэтому, конечно, всегда лучше влиять на содержание статьи. Вот, ну, собственно, да, газеты, они, сейчас у них дедлайны с 6 до 9, где-то там можно, ну, до 9 уже нет, сейчас не пора еще. Журналы, это дни, телевидение, вообще там все довольно быстро. Ну, а информагентство, вообще, все на ходу. Ну, информагентство, можно добавлять информацию в любое время, то есть, они уже вышли, 50 в интернете, ты можешь там звонить, еще что-нибудь попросить их добавить, если твои отношения с редактором или с корреспондентом позволяют. Вот, значит, мы уже коснулись чуть-чуть вопроса без комментариев. Вообще, правильно, я считаю, что уже с молодого возраста запомнить, что без комментариев вообще эта фраза не должна существовать. Вот, потому что всегда можно без комментариев сказать как-то по-другому. Всегда можно, да, почему? Ну, потому что понятно, что если кто-то отказался что-то комментировать или еще вот так вот красиво-то из комментариев, как бы, да, не, фиксиологи-то увидели в иностранном, да, что так вот можно сделать. Вот, но на самом деле это не очень хорошо, потому что люди думают, что ты, значит, виноват, и тебе есть что-то скрывает. И сразу ты, ну, в 90% случаев ты получаешь негатив в головах. Потому что все остальное, вспомним, правила трех, вот эти, третьи, за тебя там напишут. И если ты без комментариев, то найдется тот, кто за тебя все объяснит. Это вообще без проблем. Это, знаете, желающих миллион экспертов всяких и так далее. Это вообще проблем никаких нет. Поэтому что надо делать? Комментируют, не комментируют. Ну, дайте я вам приведу какой-нибудь пример. Ведь есть объективные ситуации, когда ты не можешь ничего прокомментировать. Ну, к примеру. Сейчас я давайте чуть-чуть. Вот, например, хорошо, есть забастовка на фабрике. Происходит забастовка. И вы представитель компании, и вы только что закончили переговоры с лидером профсоюза, в котором вы договорились в принципе, что мы там чуть-чуть зарплату прибавим, а вы там завтра своим аккуратно скажете, что требования выполняются, но не полностью. Но в этот раз мы аккуратненько разойдемся, завтра спокойно, тихо, без шума мы забастовку закончим. Вот, вы выходите, по их журналистам звонит, говорит, слушайте, там слухи ходят, что вы встречались, вы до чего-то договорились или нет? Говорит он и мне, и ему, задают эти вопросы, да? А прокомментировать в этой ситуации, сказать, что вы знаете, да, мы договорились о том, что завтра эта бастовка будет закончена, совершенно невозможно. Потому что тогда рабочие, которые там честно бастуют, они узнают из газеты, что их лидер профсоюза, их там вообще сдал. Вот, поэтому лучше подождать, пока он нам сам все объяснит. Правильно же? То есть не нужно, чтобы сотрудники узнавали подобные новости из прессы. Это, кстати, тоже очень важное правило. Всегда сначала, если что-то важное, проблемное, там, не знаю, кризис или что-то, всегда сначала сотрудник может сказать. Вот, соответственно, вам эта ситуация, ну, вы не можете сказать, что да, мы договорились, и завтра все закончится. Соответственно, вам что нужно сказать? Вы можете сказать без комментариев. Тогда, значит, ну, вы могли сделать вывод сам за вас, что договориться не удалось ни о чем, скорее всего, и тем конец. Вот, а можно сказать что-нибудь, ну, типа, например, что, знаете, у нас состоялось, как вот, этот самый, пресс-секретарь Песков, у нас про субстантивное и какие-то там еще... Да, переговоры. Он сказал, что, вы знаете, разговор у нас был очень конструктивным, мы нашли понимание по основным вопросам, и надеемся, что в ближайшее время мы придем к какому-то решению. Вот, в принципе, вполне себе то же самое, что без комментариев, но только с человеческим языком. Журналисты и чего-то написать. То есть он там напишет, что есть надежность. Вот. Ровно то же самое, кстати, можете последить, происходит сейчас в любом переговорном процессе. Да, вы встретились в Меркель, Аланте и Путин. Понятно, что никто ничего не сказал, но без комментариев. Ну, вот так вот там рассказали, что надежда она там где-то носит. Вот. Почему тут пустой черный слайд? Я не знаю, что я должен на нем сделать. Но будем считать, что я сделал уже, когда вот это показал. Это специально черный. Да, что это такое. Да, как надо. Это я, видимо, только что рассказал. Давайте теперь один пример интересный приведу. А, вот еще пример. Да, и пример. Самое страшное, что может случиться с любым публичным человеком, это когда он журналисту что-нибудь по секрету расскажет, не для публикации. А журналист все время говорит. Когда звонит, он все время спрашивает, встречается, говорит, ну, слушайте, это понятно все. Ну, а вот на самом деле, или, а ваше личное мнение, оно какое? Или, вот, дайте, а не для публикации. Можете мне сказать? Ну, тоже здесь правило же простое. Не для публикации. Ничего не бывает. Журналист спрашивает не для того, чтобы рассказать там своей маме, дочке, или просто для собственного развития. Он все равно это делает, этот комментарий не для публикации, он берет, естественно, именно для публикации. Потому что других у него нет задач. Вспоминая, да, их там цели и жизненные принципы. Поэтому это всегда нужно помнить. Этим можно пользоваться. Можно сделать вид, что ты, как бы, не для публикации. А сам-то, в общем-то, и не против, что она для публикации. Но чаще всего самые неприятные истории случаются ими с людьми, когда они думают, что вот это не для публикации, сильно искренне. Или, например, бывает ситуация очень часто, когда телевизионное интервью, например, и журналист говорит, ну давайте мы сейчас пока камеру настроим, прям просто познаем все эти вопросы, чтобы звук там, вот это все. И он начинает как-нибудь ерунду спрашивать. Вот. И ты вроде как тоже тебе надо с ним пошутить, ты там начинаешь шутить. Вот. Потом он, значит, включает уже вроде как камеру, она же работала на самом деле, а ты пошутил неудачно. Потом он вроде как еще и не выключил. Он говорит, ну все, интервью закончено. А вот еще, и вот это они очень любят, когда уже все закончено. Слушайте, да, еще хотел спросить, забыл совсем, вот это, честно, мы его понимаем. А будете покупать там то-то? И на самом деле, вот это и есть самый главный вопрос. То есть профессионалы этим хорошо очень владеют. И такие ситуации случаются. И у нас случаются очень часто, и случаются и в более крупных организациях. Вот и в Пентагон, например, я тут нашел такой пример, сейчас вам расскажу. Вот. Генерал американский, забыл, как его зовут, Стэнли, Стэнли МакКрист. Стэнли МакКрист, он был такой генерал в Америке. Он был командующим, ну, почему он был молодец. Он был Стэнли, был он десантник такой, ну, он здесь сколько ему лет, вот видите, там, в лет 60-м, ну, алло. Вот. Он командовал войсками США в Афганистане, этот Стэнли. Вот. И командовал он себе командовал. И, значит, один раз, а и был журналист Майкл Хайснель, он был военный корреспондент, Стэнли этого знал еще там где-то по Ираку, и он писал какой-то материал большой про американцев в Афганистане, со Стэнли они встретились, он взял интервью, потом они с ним перелетали пару раз, ну, в общем, практически подружились, но ничего лишнего, там, пусть, нормально общались. И вдруг такая незадача случилась, они были в, по-моему, где-то на военной базе в Рамштайне, что ли, они там что-то очередной раз встретились, было интервью, и тогда закрыто было воздушное пространство на Европе, потому что был вулкан Исландский. Вот. И им надо было лететь в Берлин, этому Стэнли, не Стэнли, а Майкл. И Стэнли говорит, да ладно, что-то, мы вот поедем сейчас в конвой в нашу Берлин, мы тебя возьмем с собой, поехали. И он сел в автобус с ним, они, значит, там сели, взяли виски, ну, и за жизнь поговорили. Вот. И поговорили они вот на какую тему, они поговорили, ну, то есть Стэнли Маккристал, а четырехзвездочный генерал, ну, это там генерал армии, наверное, на нашем, да, вот, это высокий пост, он вообще метил министра оборота обороны, ну, то есть у него серьезная карьера, ну, до этого момента. Ну, вот, он впереди. Ну, и так, в общем, он командовал, там, сто тысяч армией в Администане. Вот. Он, значит, рассказал ему, что, когда он первый раз встретился с Бараком Обамой, в кабинете в авальном, встреча длилась всего 20 минут, пожалуй, с ему Стэнли. И это говорит, со мной, с командующим бойсками, где мы боевые действия ведем. Вообще мы больше фотографировались, чем говорили. Вот. Потом он рассказал все, что он думает о французском министре обороны, обвинив его в нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, и вообще, вот, так вот за жизнь они побеседовали. Вот. И Майкл Хастингс человек хороший, конечно, но с таким материалом он, конечно, не мог ничего не сделать. И через несколько дней в журнале Rolling Stone онлайн появляется большая статья прямо на несколько страниц с фотографиями, где, в общем, как бы не то, что прямо он говорит, что вот он мне сказал, но понятно, что это сказал он и так далее. Товарищ МакКристалл это узнал не оттуда, откуда надо было. То есть он журнал Rolling Stone, понятно, не читает, тем более, ну ладно. Ему позвонили из администрации президента и попросили прилететь. Вот. На денек поговорить. Вот. Там ему, Обама, встретившийся с ним второй раз в жизни, рассказал все, что он думал по этому поводу и, в общем-то, предложил подать в отставку. Ну, соответственно, вот три дня всего подаем было для того, чтобы это решили приять. Ну, потому что, действительно, субординация и субординация не могут подчиненные в Верховном Голоке командующим, тем более, Присажите, пожалуйста, нельзя было, допустим, сказать, что это что-то желтое пресса, он придумал это, но у него же не было, в принципе, не видео было, а это просто написано. Мужина взяла с потолка. Мало ли. Ну, пристинись, пока они ехали. Нет. Нет, такое же часто бывает, правильно, журналисты в университете? Что-то, я не знаю, что-то помню. Нет, ну, вообще, бывает, но, знаете, на таком уровне они, конечно, не урок. Или бывает, как-то, то же самое, вы говорите, что нельзя на камеру, там, ну, или вообще нельзя, это нельзя шутить, потому что они вырезают, в принципе, да, заставят как надо. Бывает, причем, но делают все, как и имя. Ну, смотрите, отчасти вы правы, конечно, но на этом уровне, когда все знают, кто этот корреспондент, ну, представьте, у нас это, известный какой-нибудь, там, я не знаю, Владимир Соловьев, да, вот, он, значит, поедал, вот, тут, потом у них все-таки, ну, скажем так, посвободенеть с прессой, в этом смысле, и что он скажет, ну, тот покажет мне гритофонную запись, это будет только хуже, вот, он наверняка писал, все, то есть, ну, здесь, я думаю, в этом случае шансов, конечно, не было, если командующий, там, крупным вольственным соединением, ничего, мы вообще с ним там разговариваем, вот, и, нет, здесь, здесь без шансов, в принципе, ну, в каких-то случаях, на это можно обратить внимание, но, вы знаете, как правило, бывает, конечно, черный пиар, заказные материалы, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот, ну, через суд тогда, надо бороться, а там уже, то есть, если бы на самом деле было, вот, что же, ну, конечно, да, ну, кстати, есть, вот, вот, смотрите, вот, сейчас же, забыл, как, позавчера был скандал, CNBC канал, у них там, CNBC, там самый главный у них новостной ведущий, он, значит, может быть, слышали эту историю, задал кого зовут, он, значит, от эфира отстранил сам себя, видел программу имени его, имени, из-за того, Роберта Уильямса, условно, да, он отстранил сам себя от эфира, потому что его уличили в том, что он 4 года назад соврал, а соврал он, сказав о том, что он был, значит, на каком-то задании, где-то тоже в Ираке или в Афганистане, и вертолет, в котором он летел, его сбил ракету, вот, сейчас вот это, то есть он как-то об этом периодически рассказывал, ну да, было дело, вот, а на самом деле его там не было, вот, в Ираке сейчас этот скандал, ну, то есть это все равно, с точки зрения репутации, рано или поздно всегда всплывет, поэтому, еще одно очень важное правило, которое тоже стоит запомнить, но я уж не знаю, он там к журналистам относится, к пиарщикам тоже, никогда в жизни вообще категорически нельзя врать, врать нельзя, ни в каком случае, ты можешь не договорить, ты можешь сказать что-то по-другому, перефразировать, но выдавать черное за белое или говорить, что чего-то не было, это очень опасно, потому что это всегда может ударить, ну, ладно, там по простому пиар-специалисту, он все-таки не телезвезда, его карьера от этого не зависит, наверное, но по компании может, у нас был случай в Индонезии, когда я работал, у нас был такой момент, сейчас такой тонкий нюанс попробую, сейчас попроще их объяснить, у нас был Ирован Кадарман, такой товарищ, он был пиар-менеджером в Индонезии, Филипп Морис, а Филипп Морис большой, вел в это время переговоры о покупке крупной индонезийской компании, которая там 10 раз больше, чем индонезийский Филипп Морис, и Ировану этому позвонили и спросили Ировану, знаете ли вы что-нибудь об этих переговорах? И тот сказал мне, мне об этих переговорах ничего не известно. Ну, письменно ответил, а указание было там, ну, типа не комментировать или так, комментировать, вот так. Вот, ошибка была в том, что он соврал, потому что ему было известно, и это можно было доказать документально, а документально это можно было доказать, потому что все документы, ну, все встречи там фиксируются, там присутствуют и так далее, а все документы табачных компаний, они попадают в публичный доступ. По американскому законодательству, там, в результате судебных процессов, они все доступны на сайтах, вы можете зайти на документы табачных компаний и читать, там, как Петр Лидов, не знаю, в 96-м году ездил на тренинг «Лазану». Вот, это все есть. Вот, а проблема была... Ездили, а? На самом деле, ездили. Есть, ну, конечно. Точно. Показано, если обратно, то есть. Вот. И проблема была в том, что подобная информация, выходящая от публичной компании, она, юристы какие, могли обвинить компанию в том, что она вводит акционеров в заблуждение, да? То есть у них же есть много акционеров, и акционерам врать нельзя. Любая публичная информация, это информация для акционеров, а вводить их в заблуждение нельзя, тем более по поводу крупной сделки. Просто судеб, скажем, зачем вы обманывали по поводу ваших переговоров. Вот, ну, окей. Да, ну, вот, собственно, заметка в Роллингстоне. Вот Майкл Хастингс. Ну, красиво, конечно, проводили генерала на пенсию. Ну, тут даже медаль дали министра обороны с супругой. Но он грустный. А Майкл Хастингс, он через три года погиб трагически. Врезался на шикарном своем автомобиле Мерседес, совершенно на ровном месте, на диписку. А? Может, ему кто помог? Вот и есть такая версия, да, вот у супруга, которая изображена справа, там, да, справа, справа. Она у дерева, она пишет, что это была не случайность. Ну, понятно, военные люди, у них руки тоже не имеют. Вот. И, в принципе, могли обидеться, а может и нет, никто не знает. Вот такая вот трагическая история. Окей. Дальше. Если вы пришли на интервью. Что со временем? Хорошо. Хорошо, я могу знать еще что-то. Знаете свои права. Когда вы общаетесь с журналистами, и если вы человек в этом вопросе не очень опытный, то вы всегда чувствуете себя немножко как переследователь в допросе, что вы должны ему все рассказать, что он от вас требует. И вести себя так, если у него есть еще вопросы, то он, значит, все время продолжает отвечать на его вопросы. И это не так. На самом деле вы, как и в любой жизни ситуации, нужно ехать людей. То есть нужно контролировать ситуацию, нужно понимать, что ты можешь делать и что ты сделать не можешь. Что ты можешь сделать журналисту. Во-первых, ты можешь назначить время интервью или ограничить его. И это правильно. Ты можешь сказать, дорогой друг, у меня всего 15 минут. Начинаем здесь, заканчиваем здесь. Вот. Вы можете всегда, и это очень важно, потому что иначе он будет ходить кругами и спрашивать, и переспрашивать, пока наконец что-нибудь от вас не вытащит, чего вам, в общем, не особо хочется рассказывать. Вторая важная штука, но это такие практические вещи, не знаю, сколько вам нужны, это позвонить, есть это большое интервью. После интервью попросить, предложить, проверить, перепроверить цифры и факты. Журналисты, как все нормальные люди, народ ленивый, но при этом хотят, чтобы информация была точной. И, как правило, они идут на то, чтобы показать вам хотя бы цифры и факты, и вы их можете... Ну, ничего страшного. Вот. Поэтому. Вот. Вы можете их всегда проверить, а иногда они вам вообще интервью могут. Представляете? Странно, а у меня как-то работа, ладно? У меня три года, что я посылала, просто на график интервью, на то, что вы подтвердили цитаты. Это кто? Такие. Нет, бывает и так, но не все СМИ на это идут. Это зависит. Если, ну, опять же, вопрос, спрос, предложение. Смотрите, вот практика какая. Западный мир, в котором мне тоже удалось поработать, значит, там интервью начинается с того момента, как тебе позвонили, и ты ее взял в руку. То есть, если, например, ты вдруг сказал... Вы знаете, я сейчас там, я не знаю, сейчас не готов я вот прям сразу с вами разговаривать. Он говорит, а, ну, окей. И завтра ты видишь цитату твою, там, Петр Лидов заявил, что в данный момент он не готов разговаривать. Видимо, у него были дела положнее, чем вот это все. То есть, у нас, конечно, так не делают. Это не принято. Но у нас, например, текст интервью не дадут согласовывать, ну, к примеру, это ведомости, журнал «Форбс». Многие издания не дадут... Ну, то есть, они дадут посмотреть цитаты, например, но все интервью там, потому что они сами что-то там тоже добавляют. Понятно, что если средства массовой информации интервьюируют, ну, например, телезвезда какая-нибудь там, я не знаю, кто-то у нас, Гоша Пуценко какой-нибудь, журнал «Домашний очаг» дает интервью, то понятно, что он им нужнее, чем они ему. И, конечно, они пришлют ему интервью на согласование, но в случае с бизнесом хорошие, качественные издания, они этого не делают. То есть, и они не обязаны делать, в общем. Ну, и чем дальше мы движемся на Запад, тем мир жестче в этом смысле. То есть, где-то ты что-то сказал, даже случайно, они это могут взять и использовать. Поэтому, прекрасно, если вы, как журналист, готовы дать свою интервью, пока мы только вы брата, с удовольствием вы даже исходите, вам все напишут, вы можете не приходить. Но тогда это будет, возвращаясь в хорошую и плохую историю, это будет очень хорошая история про нас, очень плохая. Можно что-то вопрос? Просто у нас, когда вырустили заказчик, только как сказать себя, нас учили так, что вы имеете право для заказчика своего запросить вопросы, которые будут на интервью. Когда я столкнулась недавно на работе, когда организовывала на первом канале, есть программа, я своего заказчика, клиента туда управлял. И я запросила вопросы, но мне их так не предоставят. Сейчас заказчик очень просил. Ну, как-то так. Вот вы бы в таком случае что вы делали? Они не предоставляли вопрос. Ни в коем случае. Они сказали, ну, в общем, ну, как-то будет вот в этом направлении. А на какую тему вообще все было? Ситуация в Украине. И вот вторую не помню. То, что дети жертвы, дети жертвы Украины и так далее. Ну, смотрите, все зависит. Наверное, я не большой специалист по телевидению, но могу сказать, что все зависит от формата программы. Иногда даже если им предоставят вопросы, это еще ничего не значит. Потому что они, в общем, они могут просто на них-то плевать, сказать, вы знаете, сегодня мы вам задали вопрос, но сегодня у нас случилось такое, и мы бы хотели поговорить вот об этом. А вы уже сидите там с микрофоном, и что вы будете делать? Ну, конечно, придется говорить. Поэтому нету такого правового, так сказать, основы, что они нам что-то обязаны. Ну, кто вообще никому ничего не обязан? Ну, понятно, что понять контекст, тему и так далее. С телевидением всегда очень хорошо посмотреть, если это авторская программа, если там есть ведущий, то посмотрев две-три его передачи предыдущие, ну, в общем, понятно, как он строит дискуссию, что он делает, какие приемы он использует. В таком случае, может, это заранее? Да, тем более, если вам известна тема, вы можете сами понять. Ну, смотрите, на Украине, ну, что там, собственно, понятно, какая тема. Понятно, ну, не знаю, самим есть процессы придумать вопрос, как пиарщик любой должен делать, ну, если не дают тебе, там, журналист, ну, сам ты просто соображаешь, какие они будут, и все. Вот, поэтому раз на раз у меня вот, ну, то есть у нас в работе вот такой текущий, нет таких проблем, всегда они вопросы присылают, потому что, с одной стороны, они заинтересованы в интервью, сейчас интервью бизнесу дают очень мало, вот, первые потянулись, действительно, на первый ряд. На первый ряд даже решили? Да. Вот это вам успеха. Я думаю, вы пойдете, все. Не, речь и надо. Ближе. 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 Видно.